Привет, ребятульки, еще раз. У нас уже вечерний ужин. Поздний ужин. Короче, на поздний ужин, как обычно, маргас, салат, майонез, короче, с уксусом замешал, нагонял больше. Сыр с собой взял, за место хлеба. А я, как всегда, чекаю. Картошечка. Три. Так, ну что у нас, о чем хотели поговорить, посмотри, у нас два, сколько, 200 лайков, да, ты говорил? Да, 200 лайков набираем, продолжение выпускаем, так его нет. Вот. Сколько лайков, ну как? Только на вопросы. Сохрепляться. Тут очень только интернет. Где-то 160 рублей. Угу. Что, значит, мимо, да? Да, мимо. Сейчас будем просто отвечать на вопросы. Да. Да, 138. Лайков, да? Да, 138 лайков. Так. Ммм, уксусом жоп. Да, 138 лайков. Так. Ммм, уксусом жоп. Лепим. 70-80. Процентный. Учалю. Ммм, уксусом жопа. И не размешал. Ммм. Все, давай, на вопросы. Готовь, подлезай. Да. Я, я знаю, зачем ты добавляешь уксус в майонез, когда там есть уксус в жопу. Не, это мало. Ну ладно. Но там яйца мало, добавят кто-то в жут. Или пожили там биллоп, то есть никому не сломится. В жуток. В жуток. Маслица подлей. Самое масло, что-то филе, карчиси. Так, давай, давай. Давай, начнем. Алик, 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 алик. Зачем гречку через мясо упускал? Ммм. Я же объяснил. Потому что у меня, во-первых, гречки было мало. И, во-первых, было гречки мало. И, во-вторых, чтобы это все в одну консистенцию. Ну, это опять очередной мой эксперимент, конечно. Технологически написано, что я добавляю целиком. Гречку с фаршем перемешиваю. Ну, вот я сделал так. И мне так больше, кстати, понравилось. Ну, завтра еще попробуем. И кто-то написал. И мне так больше, кстати, понравилось. Ну, завтра еще попробуем. И кто-то написал, типа, они разваливаются. Да нифига. Я их прекрасно сделал. И так же они на сковородочке полежат. Так же прекрасно. Когда домой? Когда домой? Тебе потяжка тебя ранит. Не знаю, шапахляк спрашивает. Олег, когда домой? Часа 15 января. Ага. Января. Все очень долго грузит. Угу. Приятно поделиться. Спасибо. Блин, а я сегодня настроился уже рассказать про этого чувака. Ну, ведь не хотят. Не хотите, но. Как хотите. Так, все, смотри. Ммм. Что это? М-мм. Пищевая газ, что ли? Ммм. Именно. Да. Вы, если что, задавайте вопросы, не стесняйтесь, спешите. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Все вопросы. Там еще такое вот. Заратавлю отвечать прям по факту. Там еще вот последний вопрос. Песню тебя еще просят. А я уже спел. Уже спел? Ну, ладно. Турка, что ли? М? Турка, что ли? Угу. Короче, смотрите, как нужно есть огузок. Вот кто-то говорит. Вот видите, вот огузок, да? Ну, это копка получается. Вот ее раскрываете. Раскрываете. Там два желтых шарика. Видите, вот эти. Их не едят. Знаешь, что это такое? Объяснилось. Знаю. Ну, давай ты расскажи. Да, ты знаешь, давай. До свидания. Короче, когда курочка хочет, у нее они вспухают. Так это получается у женщины невкусный запах. Да, говори. Позже, позже, позже. Позже. Пять минут и позже. Ты хочешь нам работать? Я твою мясную помою. Хорошо, мясную можно помыть. Спасибо. Где работаете? Позже. Позже. Работаем. Торт утренний на берегу Каннского моря. Ну, Каннское море недалеко от северного. Ну, можно сказать, в Арктике работаем. Это Арктика. По сути. Перчик. Вот видите, где. Блин, вот это, да. Перчик. Перчик. Нету перчика здесь, нету. А я, короче, из Египта, там килограмма три перца привез. Прям пакет такой. Я вообще, я всегда дома острый перчик ем. Прям срю и закусываю. Водок-то себе просадит. Уже воздух. Я уже прям. Он постоянно меня тронет. Ну, это все, наверное, суть-суже. Ну, каждые сутки и были пробки. Так, ну, как дальше. Так, не знаю, можно помочь. Где работаете, спрашиваю. Работаем. Торт утренний. На берегу Карнского моря. Ну, Карнское море. Недалеко. Северная литра. Ну, можно сказать, в Арктике работаем. Это Арктика. По сути. Перчик. Вот, дивиденд. Ммм. Блин, вот это, да. Перчик. Перчик. Амжелика спрашивает. Ммм. Амжелика. Нету перчика здесь. Нету. А я, короче, из Египта, там, килограмма три перца привез. Прям пакет такой. Я вообще, я всегда дома острый перчик ем. Прямо сживаю и закусываю. Ну, как воздух-то, если его касаетесь, уже воздух. Мену руку. Он постоянно меня тронет. Морщина. Морщина. Коклеток цепляет. Коклеток цепляет. Надо ехать на операцию, нужны деньги. Хотя, я думаю, к лету все получится. Ну, в общем, это не заболевание у тебя, в общем, как у блогерка. Да, у тебя болячка. Да, у тебя здесь лучше получается, чем дома. Либо ты на эмоции выводил специально. Да нет, просто дома нет такого оборудования, например, или даже вот этот стол. Прекрасно, вот видите, что котлетик можно на стол, не на доске, не на доску выкладывать, а сразу вот такой разделочный мясной стол. И все, все удобства для этого есть, чтобы сделать, например, коклетки или любое мясное блюдо. Люди жалуются, что котлеток, говорят, мало делаешь. Моей маме на один зубок. Аннабей, говорите так. Котлеток мало мало делаешь. Моей маме на один зубок. Аннабей, кремя, что ты моя. Хватит и твоей мамки, и моей. Так что приезжай в гости, будем вместе кушать. Зимняя сказка. На всем экономят. Ну что там экономишь у нас? Все это все такое. Думаю, что, по-моему, шатю не экономят здесь. Вот ты, Олег, обед обедом. Но если тебе не сложно, расскажи просто у вас. Верси, это травма была. Я травмировался, Верси. Тополя комировали. Все, и сучок прилетел. Вот такой маленький. Гладенье сухой. Ну, спил такой, знаете. И прям ровно в яблочках. Все. Бежал в больнице где-то. Может, месяц. Надо ехать на операцию, нужны деньги. Хотя, я думаю, к лету все получится. Я уже это объяснял, потому что я видео не могу здесь загрузить сразу же в YouTube. А через WhatsApp отправляю по полторы минуты к Эльвине. Она это все спаивает через программу. Получается, что есть повторы. Ну, так. Зачем у него маска на бороде на деда? Чтобы муки не сидеть. В одекации. Ну, понятно. Ну, ты какой-то вот красивый. Да, я тебя. Ну, могу его даже мимо просто пропустить. Да, я тебя не провел видео, зачем еще. Не пропустал. Так, так, так. А тут вот, Олег, ты не ответил в одном из склонов. Ну, видимо, из видео он вот. Какая работа у вахтовитов? Нефть, нефть и газа, промышленность. Жидкий газ, в общем-то. Добычки. Также, помимо вот этого жидкого газа, вахтовики строят общежития, строят столовые, строят ванны, то есть обычные... Обустраивают городок для житья, для вахтовиков. Но я думаю, в дальнейшем здесь по-любому какой-нибудь поселок будет. В дальнейшем. Тут есть эти, кто-то что-то чует? Ну, ханты что? Нет, ханты. Какого-то села? Нет? Нет, все. Что-то еще сегодня хотел вам такое интересное рассказать. Блин, все вылетело из головы. Да я сегодня вообще в храм просто устал. Просто реально в храм. Вопрос. Готов? А сколько нынче на подобных вахтах зарабатывают? Стоит он в талу? Прошу больше времени зарабатываться. Это июля пилого. Ну и вам знаете, что сказать? Никакой ресторан не оплачивает, не даст такую зарплату. Просто не даст. Вы знаете, что сказать? Никакой ресторан не оплачивает, не даст такую зарплату. Просто не даст. Здесь, я считаю. Ну, я смотрю, если ты будешь переработку делать в ресторане. Переработку. А тут что, не переработку, что каждый день? Да. Что? Ну да. Субботу, с весенья работаем тоже. Не, ну, там какую нужно, там надо. Да, по сути, мы здесь тоже и живем, да? Так я вам за 15-16 дней получал полпоза. А если я буду еще 15-16 дней в сорт, да? А тут сколько? 80-19 в месяц. Тут, наверное, отправили. Для опыта полезно будет что-то. Да, 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 да. Вот. Стоит ли нам, я спрашиваю, стоит ли нам, кто-то сюда едет? Ну, знаете, я думаю, что да. Стоит. Ненадолго, конечно, но стоит. Всегда, постоянно нет. Даже нет смысла рассматривать, чтобы постоянно работать здесь. Две-три вахта, там, знаете, вот так вот. Чисто для души, там. Кто любит, там, поготовить, там, повар, там, такой, верит в себя, что он настоящий такой повар. Дабыл пожаловать. Так, вот. Ну что, робитульки, наверное, сейчас видео спил, наверное, даже не успею. И пойду спать. Я сегодня реально вообще так устал, блин. Ты что, проснул, что ли, сидишь, нудаешь? Блин, здесь просто мы, там у нас, это, мы сейчас в VIP-зале сидим. В большом зале почему-то прохладно сегодня весь день. Вот сюда зашли явленные реально, я тоже расставил. Так, ну что, ребята, давайте всем, всем спокойной ночи, всем хорошего настроения, не ругайтесь, любите друг друга. Цените каждый свой миг, секундочку, блин, улыбайтесь друг другу. Ну все, ладно, давайте. И кто-то, если все вопросы интересуют, пишите, он прям под этим видео, я его задолбает, да, всеми вопросами. Да, да, да. И здесь, по факту, как я был. Всем больше, чтобы была тема. И кому еще интересно, с продолжения этого чувака, кстати, вот...